Мотор. Ну что ж, я думаю, что мы можем уже начинать, уважаемые друзья. Время 10 часов по Москве. Добрый вечер, доброе время суток, мир. И мы, как всегда, со Светочкой Лавровой рады вас приветствовать. С нами на прямом эфире. Мы чувствуем вашу поддержку, чувствуем активность и даже ощущаем, что вы соскучились. Мы тоже по вам скучали. Друзья, и для вас у нас сегодня очень много сюрпризов, много новостей. Ну а пока давайте здороваться вместе со Светой. Светуля, привет! Света, здравствуйте, приятно с вами. Прямо уже как дома. Каждый четверг у меня уже стоит в планах, что обязательно с вами на эфир. Да, я тоже уже, это все уже отработано, как почистить зубы по утрам. Вот, однозначно, Светочка. Рады, рады тебе. Мы, конечно, с тобой стали все чаще и чаще встречаться. Но я думаю, что так как наши слушатели, наши активные друзья уже подготовили вопросы, мы начнем с них. Мне самой зачитать, как удобнее будет? Светочка, зачитай, если ты уже получила. Я сейчас буду переключаться. Спасибо. Ольга спрашивает. Здравствуйте, Светлана. Хотелось еще раз пройти по теме ревматоидный артрит. Как проработать свои мысли? Я в затруднении. Болезнь привела меня к инвалидному креслу. Ольга, ну, эта тема достаточно широкая. Мы сейчас ее, ее как минимум нужно час проговаривать, потому что это достаточно глубокая тема. Я так понимаю, что для женщины это, скорее всего, это авторитарность. Авторитарность вашей мамы, авторитарность вас. Авторитарность именно непроработанного, непроработанных своих запретов. Вы очень много себе по жизни запрещали. Очень много взваливали на себя и даже в какой-то, в каком-то родине позволяли кому-то делать какие-то вещи, какие-то поступки, какие-то проявления. То есть вы настолько готовы были все взваливать на себя и, возможно, даже у вас до сих пор есть. Это люди, которые очень часто доказывают всем, в том числе и самому себе, что я могу, я смогу, я докажу, я сделаю, я сумею. И это очень часто люди с таким сильным характером, которые не могут для самого себя сделать какую-то слабинку. И так их начинает скручивать тело. Это если в двух словах. Как проработать себя? Я не знаю, если вы есть в закрытом клубе, то, может быть, вы туда добавитесь. Мы там прорабатываем такие темы более глубоко, потому что на обычных эфирах, как бы я сказала эту тему, проработать индивидуально человека, ну, наверное, очень сложно. Либо это нужно весь эфир посвятить только вам, либо это консультация, либо в клубе мы об этом говорим. Выберите, как вам будет удобнее, и тогда мы можем с вами поговорить. Потому что здесь как раз пишут, что мысли к инвалидному креслу какое имеют отношение? Без болезни от еды, а не от мысли. Ребят, мысли у нас и еда – это практически одно и то же. Что такое еда? Еда – это искусственно придумано в нашей жизни, а то, что искусственно придумано, то очень сложно убрать. То есть, смотрите, если, например, у меня есть телефон, я его могу убрать, потому что он есть. А если у меня в этой руке нет яблока, то мне его очень сложно убрать, потому что его изначально нет. И то же самое о еде – это искусственно навязанное нам проявление нашей силы, нашей заботы, нашей жизнедеятельности, трудоспособности. Поэтому очень сложно от этого избавиться. И это в первую очередь, конечно же, зависит от мыслей. Если коротко, то, наверное, вот так. Да, у нас прям так уже по-взрослому все идет. На самом деле люди начинают многое понимать, и даже сами наши участники уже практически готовы, как консультанты, отвечать. Очень радостно. Ребят, ну, знаете, Свет, если у тебя сейчас нет вопросов с Инстаграма, либо, может быть, из какого-то закрытого чата, то я хотела бы кое-что объявить. Давай, давай объяви, а я пока переключусь, если что, на вопросы. Хорошо. Да, нет, ну я объявляю, и тебя обязательно, конечно же, призываю подключиться. Вот, уважаемые друзья, я помню, что, ну, наверное, крайние пару-полтора месяцев вы всегда интересовались, когда же мы встретимся наяву, когда же Светлана организует ретрит, когда это будет, когда это будет. И мы еще даже не знали об этом в октябре, соответственно, ноябрь вроде бы как-то шел на раскачку, но чем больше вас спрашивало и интересовалось, тем мы, конечно же, больше понимали, что от этого не уйти. И, соответственно, прижав Светлану мысленно в угол, мы стали ее пытать, когда мы это сделаем. И, знаете, в общем-то, сначала дело отодвигалось далеко-далеко за Новый год, далеко, я вам скажу, даже не январь. Вот, и так как мы поняли, что есть момент, да, и настоящий момент неизбежен, и после того, как действительно Свете некуда было деваться, и мы поняли, что если позже идти, это конец декабря и январь, это просто баснословные цены, потому что вообще бы никто бы, ни вы, ни мы, мы бы просто не взяли бы эту цену, не смогли бы. А так как сейчас есть возможность, скажем, и прекрасного места, и более-менее оптимальной цены, мы скажем, что это все-таки уровень такой хороший, уровень хороший, соответственно, цена тоже хорошая. Но мы это сделали, друзья, и поэтому сейчас мы призываем вас сделать свои 100%, так как место есть, дата объявлена. Сейчас, кто не знает, мы об этом скажем, Светлана, готовься. И все, что касается нашей стороны, сделано даже больше, потому что Светлана пригласила и меня, и Настюшу. Настя, кстати, здесь у нас, вот, я не знаю, надо будет, если что-то ее пригласить, сейчас поговорим. Вот, поэтому нас будет трое, как хотите, поэтому проработка будет по всем уровням и системам, вот, и на трое суток мы вас приглашаем, как минимум, можно больше, но за трое суток мы вам обещаем, знаете, как мой дадыр, чистим, 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 да, вот, будет, 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 чист, труба чист, труба чист, поэтому будьте любезны, сейчас слушайте внимательно, что скажет Светлана. Да, ребят, очень много было вопросов по ретриту, и мы решили все-таки сделать предновогодний ретрит. Почему предновогодний? Потому что мы с вами, наверное, такая каста людей, которым неинтересны салаты, шампанское, жареная курочка, да, но когда все люди, вот, это вот чувство праздника, когда вроде бы хочется тоже порадоваться чему-то, ты думаешь, а чему мы можем порадоваться в таком состоянии, когда у нас уже, в принципе, и так все радостно, но вот чего-то не хватает, и мы решили, что мы можем сделать каждый сам себе такой подарок, такой подарок, что в Новый год мы будем входить в обновленном состоянии, в новое пространство, в новой, в иной плотности. Это будет, наверное, как мне кажется, ну, мне кажется, что это будет самый, наверное, лучший подарок для каждого, когда будут иные понимания, когда будет у нас, у нас будет новое восприятие. То есть мы на этом ретрите не просто вам расскажем, как мы, не просто поделимся с вами своим опытом, а мы именно будем с вами заниматься проработками, проработками будем изнутри заниматься с момента внутриутробного состояния. Это очень важно. Когда мы понимаем, что происходит с нашим телом, то тогда голова начинает отпускать тело, оно его как бы благословит в иной путь, если так по-простому говорить, да? Мы не будем с вами бороться, мы не будем голове доказывать, что ли, мы просто расскажем, что происходит с нашим телом. Мы каждый почувствуют и прочувствуют, что есть наше тело. И когда мы будем знать, что происходит, какие процессы происходят на физическом плане, то тогда будет понятно, какие процессы происходят на психологическом и психическом плане. Это очень важно, потому что перейти в автономный режим, перейти в автономию, это несложно. Сложно там закрепиться, сложно, наверное, с тем мировосприятием, которое у вас появляется в этом состоянии. И вы его должны удержать, потому что это действительно сложно, когда перед вами открываются все двери, а вы привыкли всю жизнь сидеть в уголке, да, где-то. И мы поможем вам выйти на этот уровень. Конечно же, мы всегда будем рядом и после ретрита, конечно. И будем всегда вас поддерживать, будем поддерживать друг друга. Вы будете поддерживать нас, мы будем поддерживать вас. Это если в двух словах. Да, если еще заменить все непросто-просто, да? Просто и непросто. И вы знаете, на самом деле важно именно удержание этого состояния. И так как все трое суток вы и мы будем вместе, это будет, скажем, такой круглосуточный и, не знаю, беспрерывный ретрит. С помощью этого, так как мы все будем в одной обойме и в одной связке, таким образом мы действительно сможем удержаться и суметь перешагнуть вот те привычные свои паттерны, так скажем, и так далее, и сделать так называемый квантовый скачок. И именно вместе это получается всегда тем ретриты и являются такими эффективными и действенными, друзья. Поэтому очень важно понимать, что когда мы вместе, мы усиливаем друг друга даже не в два раза, если двое человек, и не в три раза, потому что один плюс один уже одиннадцать. Понимаете? А если нас будет хотя бы двенадцать плюс нас трое, то сами понимаете, это просто мощная энергетика, мощная прокачка. Вот. И для вас, конечно, подготовлено все со своей стороны. И что я помню, озвучу, у нас будут как прохладительные процедуры в виде моржевания, закаливания, даже легкого, кому какая ступень подойдет. До, конечно же, самых жарких моментов. Это сауна, которая в нашем распоряжении все три дня. Весь дом, ретритный дом, четырехэтажный в нашем распоряжении. Это все находится под Мацестой, этот ретритный центр «Цветок жизни». Ой, под Сочи, простите, в Мацесте. И что еще можно сказать? Что кроме того, что, конечно же, все будем работать и с физикой, будет работать и сознание, включится и подсознание. Поэтому здесь, как говорится, если говорить о том, что мы все как единый мозг сознания, подсознание тела, то тут на всех уровнях существования пойдет работа. И на самом деле возьмет столько каждый из нас, из вас, столько, сколько положено, сколько сможет унести. И поэтому сейчас торопимся отливать свои стаканы, чтобы было место, куда заливать. Делимся своими знаниями, делимся всем, что энергии есть, что мы можем сейчас, если по мере того, как люди просят, востребованность, все это нужно, конечно же, сейчас реализовать. Вот такие дела. Продолжи, пожалуйста, Светуля. Эмоции переполняют меня. Да, эмоции действительно переполняют, потому что столько, я даже не ожидала, что столько ребят начнут писать. Просто некоторые не готовы, что мы так быстро это все организовали. Но просто целый день сегодня у нас, по-моему, у всех троих прошел в переписке. Из разных концов земли, даже из других, потому что там из Германии позвонили, из Португалии написали. То есть очень много ребят, которые действительно хотели бы приехать, но не у всех получается по времени. Ребят, мы вас ждем, всех ждем, потому что я так думаю, что это только начало наших ретритов. И с огромным удовольствием будем их продолжать. И вопрос, Света, можно ли такое? Возможно ли такое? Климакс продолжается 10 лет. Жарь, приливы, желание много пить, воды – это паразиты просят. Нет, это ваша гормональная система, она не справляется с какими-то зажимами. Потому что 10 лет климакс продолжаться не может. Климакс – это переход с одного состояния организма в другое. Вот, если 10 лет вот это вот приливы продолжается, то это, скорее всего, не климакс. Это именно какой-то закапсулированный ваш зажим непроработанный, который только сейчас набирает обороты. Я бы вам все-таки рекомендовала его как-нибудь либо проработать самостоятельно, либо обратиться к тому специалисту, которого вы чувствуете, что может вам помочь. Иначе это может вылиться в какую-нибудь неблагоприятную болезнь. Вот, Рима – суперорганизатор. Так, 40 дней – это на будущее? Какие критерии отбора? Ребят, я сделала Рим как раз, и многие мне тоже по нему написали, где я сказала, что есть вероятность перехода в автономию за 40 дней. Это действительно можно сделать, это действительно несложно, я еще раз повторюсь, сложно там закрепиться в автономном режиме. И какие критерии? Да, это на будущее, то есть это не сейчас будет этот ретрит, если он вообще будет, 40-дневный переход в автономию. И какие критерии? Мне нужно понимать готовность людей, потому что многие пишут, что я хочу перейти в автономию, я готов. И когда я начинаю с человеком беседовать, я понимаю, что он просто хочет уладить свои какие-то временные потребности, решить текущие вопросы, но не готов в этом состоянии прожить какой-то продолжительный период своей жизни. А это очень важно, потому что когда вы переходите в автономию, в автономный режим, в автономном процессе, у вас меняется абсолютно все, у вас меняется восприятие внутреннего и внешнего мира, у вас меняется восприятие того, что происходит вокруг вас, у вас меняется мироощущение, у вас меняется восприятие звуков, запахов и абсолютно всего того, что вы делали до этого, Все то, что вы ощущали до этого, это уходит на задний план. Вы абсолютно полностью перестраиваетесь. И не каждый готов к этому, потому что вы должны понимать, что все, что было до автономной жизни, до автономного сознания, оно уходит на задний план. И, возможно, даже какие-то близкие, дорогие вам люди, они тоже останутся там в той жизни. И поэтому мне нужно четко понимать, насколько люди готовы. Либо они просто хотят вот это вот новое какое-то ощущение, как съездить на какой-то новом аттракционе покататься и потом забыть. Нет, это действительно для нашего организма такое достаточно сознательное и достаточно объемное значение имеет этот переход. И когда мы в состоянии перехода, потому что перейти в автономный режим, это будут свои процессы. будут свои процессы не менее двух лет. И если вы хотите просто побаловаться, то это, конечно, не тот вариант. Если я буду понимать, что большинство людей не готовы, а готовы только именно на словах, а на действиях это им сложно сделать по каким-то причинам, то, наверное, нет смысла, когда в таком будет длительном ретрите и трудоемком. Просто я буду идти своим путем, а люди, которые будут на какой-то период заходить для оздоровления, это тоже хорошо, но у них будет свой путь. Да, я вижу, что ребята поддерживают и спрашивают. Кстати, относительно по поводу комплимента, что я нашла дом, это все, скажем, благодарности Насти, которая с нами с Веридова будет. Она сейчас зайдет минут через 20 к нам, кто пишет здесь приписки. И вы знаете, ребята, да, действительно, когда уже понимаешь, что время пришло, тогда, видимо, идет вот такой, знаете, набор энергии. И хочется, 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 чтобы мы объединились, и чтобы нас было больше, ребята, чтобы семья выросла к Новому году. И чем мы будем дружнее, чем мы будем больше понимать друг друга в одном потоке, тем, наверное, проще будет всем нам, и, соответственно, мы будем подтягивать тех людей, которые уже готовы, только еще не хватает каждому из них проводника. Поэтому будьте любезны, сейчас идет огромная на нас ответственность, потому что эти 3-4 месяца будут достаточно, но они будут необычные. Я не хочу сказать, что они будут непростые, конечно, непростые, но когда говоришь непростые, кажется, что они сложные. Нет, они будут просто, как Света говорит, иные, иные, и нам нужно успеть, как говорится, всех с собой взять и вместе с вами трансформироваться, потому что один в поле не воин, это факт. Вот, я, Светочка, смотрю этот вопрос, и про Пракшалану спрашивают, можно ли Пракшалану делать с содой. А, подождите, а кто это написал? А, ну да, не зачитывали же про Пракшалану, да-да-да, Пракшалану с содой, и 40 дней мы озвучили. Содой, она мягче, Пракшалану с содой я могу, я могу сказать, Светуле у нас, у нее естественное очищение, то, что Пракшалану легче с содой, чем с солью, это факт, либо можете сделать 50 на 50. Вот, я начинала с соли, это было тоже прекрасно нормально, но когда рассказали про соду, я стала делать с содой. Сейчас я уже несколько месяцев не чищусь, потому что как-то вот действительно отпало желание из клизмы уже как-то дружить, хотя раньше во всех чемоданах у меня первым делом укладывалась клизма, друзья, во все мои поездки. Вот, поэтому, да, Пракшалану с содой прекрасно, пробуйте, если что-то еще требуется. Я долго сидела на магниесульфате тоже, вот перед каждым заходом на чистое, сейчас просто захожу и все. Вот, хорошо, дальше. Ага, Автономная жизнь пишет. Сейчас очень модно пробуждаться и просветляться. Что вы об этом думаете? Итак, про модно просветляться и пробуждаться. Просветляться и пробуждаться, я об этом не думаю. Этот процесс либо есть, либо его нет. Об этом думать бесполезно. Благодарности, отличный дом. Действительно, кто уже посмотрел, кто еще не смог, заходите на наши инстаграм-странички. И там во всех наших, скажем, роликах, рилсах, этот йога-дом, этот йога-центр, я не знаю, как сказать, ретритный, мега-крутой дом с хорошим хозяином гостеприимным. Коврики, йога-коврики готовы. Все, что необходимо, зал закрытый для наших встреч, медитации, различных практик готов на втором этаже. Напротив, кухня, кому нужно будет хотя бы выжать соки, либо что-то приготовить из фруктов или овощей, которые вы любите, пожалуйста. Кто-то приедет с детьми, которые осознанные и будут действительно дисциплинированно делать свою миссию и давать родителям и всем спокойно в практиках быть, тот же присутствует. Вот, и что еще у нас? Света договорит, да, по этой теме, пожалуйста, я пока почитаю вопросики, отвлеклась немного. Так, по этой теме нам задавали вопросы по детям. Да, конечно, с детьми можно и нужно приезжать, можете приезжать всеми семьями, но это нужно четко понимать, потому что там места ограничены. Если вы готовы со своим ребенком делить одно спальное место, то, пожалуйста, пусть он приезжает. Но чтобы это был ребенок в осознанном уже возрасте желательно, потому что если он будет постоянно дергать своего родителя, то и в результате родитель мало что получит, и других он будет просто оттягивать свое внимание. Если это уже какой-то возраст, когда он может сам себя занять, то почему бы нет? Конечно, но это нужно рассчитывать. Если вы хотите для своего ребенка комфорт, то тогда ему нужно будет, естественно, оплатить тогда отдельное место, потому что по-другому я не вижу, не вижу как, а так, конечно же, приезжайте. Потому что ребенок, если что, может спать ночью, а мы с вами будем ночью делать практики. Поэтому ничего страшного в этом нет. Ждем максимально всех. И у меня спрашивали такой вопрос. Я думаю, все-таки, наверное, стоит его здесь озвучить. Не раз уже задавали, возможно ли какая-нибудь рассрочка, можно ли заплатить, когда приедем на ретрит, можно ли не всю сумму. Ребята, мы к каждому подходим индивидуально, поэтому если у кого-то что-то как-то не получается по финансовым возможностям, пишите, пожалуйста, в личку, и мы индивидуально обсудим каждую ситуацию. Вот это то, что касаемо ретрита. Да, и то, что касаемо ретрита, Света уже все озвучила, что, возможно, рассрочка и другие дела, потому что основа у нас уже понятна, и мы продлеваем предоплату, до какого числа у нас, получается, можно сделать предоплату. До конца недели мы точно договорились, вот, и дальше уже давайте по ходу, потому что сейчас все больше и больше людей раскачивается о комфортных и таких именно отдельных спальных мест 12, не считая нас. У нас уже три забронированные, это 12 плюс 3. Хорошо. А, вот отлично. У нас же вопрос, а так поднялку. Давайте заходи. Алло, можно, да, два вопросика задать? Здравствуйте. Давай, давай. Так, два вопроса. Первый, все это железобетонно, что ретрит пройдет, то есть уже все забронировано и можно покупать билеты, правильно понял? Да, у нас уже у некоторых людей билеты куплены, поэтому в любом случае мы проведем этот ретрит, даже если он выйдет на то, что просто мы оплатим кому-то это помещение. Мы в любом случае приедем уже и точно его проведем. Второй вопрос, уточняющий. С 13-го написано, 13-й день въезда и 14-е, 15-е, 16-е число это день ретрита. Хороший вопрос. Я хочу сказать, что ответил организатор нам 12-го, это же воскресенье будет, да, вот, а заезд, заезд, в общем-то считается с 12-ти часов следующих суток. Вот, с 12-ти. 13-го с 12-ти часов, соответственно, мы заканчиваем 14-го, 15-го, то есть мы как-то на 16-е заканчиваем. Ночью с выездом, он писал же нам во сколько, после 12-ти. Сейчас я посмотрю, ребята, потому что мы немножко тут в сутках запутались, мы на сутки раньше приезжаем. Сейчас будет ответ. Тагир, давай пока следующий вопросик. Так, и что еще? Так, это ясно, с этим понятно, по-моему, все. Ну, все, я, ребят, с вами вчера уточнял, все, я еду, на 95% я с вами, друзья. Вот, все, завтра планирую на самолет купить билет туда и обратно. Ну, и все, видишь, все получится, все, будем вместе. Благодарю. Все круто, здорово, ага. Так, еще такой вопрос. Ага, пожалуйста, зачитай, пожалуйста, а я сейчас ответю. Ответ, что когда на сухих возможно начало обновления зубов, я в этом полностью уверена, потому что у меня, когда я была на сыроедении, у меня около десен немножечко эмаль сошла, и когда на сухих днях, она очень хорошо затягивается. Вот, это прямо чувствуется, потому что когда мы проходим буквально первые дни сухих дней, вот все начинают говорить, вот эти неприятные процессы, когда идет интоксикация, когда начинает там обкладывать рот, когда еще что-то. Ребят, запомните, вот когда идет интоксикация, на первых днях, когда начинают обкладывать рот, когда у нас прямо слепаются наши зубки, это наши болезнетворные бактерии, которые забиваются в наши щелочки, в какие-то микротрещинки на зубах. Это то, что вот эти вот как раз, вот эти вот бактерии, они начинают как бы поедать другие бактерии, и именно на сухих днях, даже не на длительных. Задумайтесь, почему начинают эмаль укрепляться, прям вот эти вот выеды, которые около десен, они прямо начинают, видно, как зуб начинает восстанавливаться, убирается чувствительность. Это же именно из-за этих болезней, вот этих вот, которые первые дни обкладывает вот всю нашу полость рта, она на самом деле, это неплохо, она лечит нашу вот эту вот эмаль, она вместе потом вот с этим вот, когда все проходит, когда вот этот налет уходит, он такое ощущение, что он как бы снимает всю вот это вот, вот это вот накопившееся на наших зубках. Но я об этих процессах, обо всех вам расскажу на ретрите, конечно же, что происходит, потому что когда начинает, когда вы знаете, что происходит, каждый день, что происходит, что такое слабость, что такое налет, что такое головные боли, что такое боли, когда тянет почки, как мы говорим, да, что такое, когда начинают выкручивать кости, мышцы, сухожилия. Когда я вам буду это рассказывать, и вы когда будете понимать, что происходит с вашим телом, вы будете ждать каждый момент вот этого, вы будете ждать, когда начнется вот этот вот сушняк, вы будете ждать, когда начнут выламывать кости. Вы не будете этих процессов бояться, вы будете благодарить свое тело, что это с вами началось. И когда вы поймете, что с вами происходит, вам будет очень… вы будете с благодарностью идти в эти дни, с благодарностью к своему телу, с благодарностью к самому себе. Это очень важно. Уже не первый раз слышу, что сыроедение губит зубы. Так ли это? Губит зубы не сыроедение. Во-первых, сыроедение, если неправильное сыроедение, да, то есть нужно очень четко понимать, когда ты на сыроедении, мы очень часто там начинаем смешивать те продукты, которые не очень полезны, не очень хорошо сказывают на нашем организме. Это первый момент. И, наверное, как раз портят зубки больше, когда мы неосознанно начинаем кушать фрукты, просто их начинаем кушать, не осознавая, что происходит в нашем организме, в том числе и зубы. И вот эти вот кислоты фруктовые, они съедают нашу эмаль. Но если делать все правильно и все вовремя, то, конечно же, мы не только сохраним наши зубки, но и подлечим те микротрещинки, которые образовались на обычном стандартном питании. Это очень важно. Поделитесь, если возможно, как вы перемещаетесь в самолетах, поездах, без кодов, или у вас... Я бы это не озвучивала, ребят. Я бы это не озвучивала здесь, я прямо уже написала. Я думаю, что это к лучшему, как вы думаете. Потому что, Света, а что у тебя звук пропал, или мне кажется? Нет, тебе кажется. А я, насколько знаю, что по России в передвижении в самолетах и в поездах их не требуют. Поэтому как бы... Да, если что-то. В торговых центрах требуют, мы туда не ходим. Ребят, заезд у нас 12 часов точно, так же, как я и сказала в начале. Заезд 12 часов, поэтому... Единственное, что мы заезжаем 12 пораньше вечерком. Поэтому, если у кого-то там самолет будет в 9, в 10, в 8 утра, то не переживайте. Мы этот вопрос урегулируем. Понимаете? То есть мы будем считать, что все хотя бы, чтобы в час мы уже начали. Если мы хотели в 11 начать, то хотя бы в час, в понедельник 13 мы начнем наш ретрит. Давайте так, постарайтесь, чтобы вы все приехали вот к этому времени. Вот Сагир спрашивает. Полная предоплата? Да, да, ничто не укрепляет веру в человека, как предоплата. Полная предоплата, полная отдача, полное доверие на 100%. Чтобы не было пути назад. Знаете, как это вот провидценно, да? Что это за кавказская пленница, да? Когда там его держат с двух сторон, но он уже такой... Ну что ж, друзья, да, мы не будем про это говорить. Многие считают, что овощи полезнее фруктов. Ну, я думаю, что здесь лучше посмотреть по щелочной, на как бы составляющей, и кислотной. Наверное, так все-таки, чтобы меньше. Хотя уже столько всяких учений, что кто-то уже опровергает, что щелочная среда должна доминировать примерно 80%. Поэтому что скажешь, Света, ты по этому поводу? Я думаю, что, ребята, все-таки учитесь слушать свое тело. Учитесь доверять своему телу. Если вы чувствуете, что вам нужен какой-нибудь такой взрыв эмоций, бодрячок, то, конечно же, я бы порекомендовала какой-нибудь цитрус съесть. Но если вы понимаете, что вам нужно, например, что-то другое, то прислушайтесь именно к тому продукту, что ваше тело на данный момент просит. И когда вы начнете об этом вот так вот чувствовать свой организм, то постепенно вы поймете, какие продукты у вас сам организм начнет отталкивать. И у вас их будет все меньше и меньше. И вы тогда будете четко понимать, что для вашего организма на данном этапе более приемлемо. Как раз не выключилось. Супер. Я хотела бы пригласить Настю к нам. Настя, она там говорит, что у нее тоже освещение сегодня не очень. Видимо, экономия света идет во всех наших домах. Я тут за вас, за всех взяла свет, девчонки. Поэтому, если Настя зайдет, она как раз расскажет нам вот тот вопрос, который задали про зубы. Вот, да, уже не первый раз слышу, что сыроедение губит зубы. Это так вот, это что мы попытались сейчас ответить. Но лучше, чем еще и специалист, который получила на своем опыте, вернула красивые зубы наша Анастасия, да, Свиридова, которая будет с нами вместе, и мы, которые будем с ней. Вот, никто не ответит. Настя, если ты зашла, будь добра, включай микрофон, камеру где-то у нас. Вот, зайди к нам в Zoom. Дорогая. Я думаю, что сейчас она будет. Вот. И у Насти как раз для всех, кто будет на первом ретрите в этом году, предновогоднем ретрите, у нее для вас, для всех есть очень много практических советов. И нам надо какую-то информацию именно для таких особых встреч. Так, сейчас, сейчас включают всех. Так, и что еще у нас, Светочка? А вот после сухих дней, пока нас заходит, началось мочевство нечастое и непропорционально выпитому. Как еще, вы еще видите, стаканами, наверное, вылетают. Отлично. Практически пьют. А в основном есть ем фрукты и овощи. Можете объяснить вам причину? Так, ну, во-первых, нужно понимать, сколько ем фрукты и овощи. Во-первых, нужно понимать, сколько вы были на сухих днях. Во-вторых, очень хорошо бы вам добавить в свой рацион побольше сидерея. Он богат калием, который калий задерживает лишь именно вашу воду, природную воду, которая вырабатывается у вас, а не которая поглощается с фруктами либо с овощами. Вот это первый момент. И второй момент, нужно понимать, что вот это вот мочеиспускание, про которое вы говорите, это чистая психосоматика. Это психосоматика именно вашего женского начала. И я вам не могу прям ответить полностью на этот вопрос, потому что очень мало вводной информации. Но я бы все-таки рассмотрела, что вы не принимаете в себе, именно не то, что вы берете, а вы что-то в себе не принимаете, вам не нравится в себе какой-то момент, который касается именно вашей женственности. Это если в двух словах. Ну и, конечно же, очень хорошо растяжки. Растяжки, начинайте делать растяжки. И есть очень много физических упражнений, очень много в йоге упражнений, очень в интернете можете посмотреть и почувствовать, какие именно вам подходят, потому что нужно укреплять именно тазовые мышцы. И они укрепляются очень многими упражнениями. Это здорово. Много упражнений мы можем показать по поводу укрепления различных частей тела, в том числе и проработка тазобедренных, да, и всех этих мышц малого таза. Это к нам с Настей. Друзья, ну что ж, мы ждем Настю. Я, к сожалению, должна была отключить YouTube, потому что у меня тянет звук, тянул звук, не написали. Как сейчас меня слышно? Получше? Сейчас отлично слышно, да, если что, я буду читать. Будь добра, да, если там что-то есть, я сейчас не знаю. Настя, пожалуйста, заходи к нам, и мы тебя ждем, дорогая Наша. Посмотрим. Я буду в чате Zoom только читывать. А Настенька тут, включайся, Настен. Куда переводить средства? Напишем, Тагер. Напиши мне в личку, пожалуйста, в Telegram. Привет. Все на свету. Привет, отлично, клевая красавица, красотка, красавица. Вот, и волосы такие же Настя может всем порекомендовать, как это отращивать и все-все-все. Настен, ну говори, а ты будешь включаться, или мы будем смотреть на твою красивую фотографию? Да, я так буду, потому что смысла нету. И у меня, тем более, с интернетом деревенским тут прыжки. Чтобы не тяну на картинку. Хорошо, хорошо. А ты слышала вопрос по поводу того, что считают, что на сыроедении летят зубы, и вот как раз это твоя тема, как раз ты тоже это самое прошла. Да, скажи, пожалуйста, что ты можешь... Да, тема зубов очень обширная. За 11 лет сыроедения, год фруктоедения и 3 года автономии. Вот, то есть, ну не автономии прям 3 года, понятно, да, вот в процессах в этих, именно автономных. И голодание, да, уже сколько? 2013. То есть, здесь очень важен уход гигиена и, естественно, питание, да, и очень важен уход. Я за этот год, наверное, изучила, не знаю, как стоматолог, ну почти, да, об этих зубах, потому что прошла и марафон по гигиене и личной, да, марафон. И общалась с этим стоматологом таким, который хочет сохранить ваши зубы, а не обогатиться, поставив импланты или коронки. Она мне просто отрестарировала зубы просто из того, что вот уже две половинки было, и она мне просто сделала зуб из этого, как это называется, реставрационный материал, МНЛ+. То есть, это просто создала мне зуб, да, чтобы там не ставить никакие штуки, да, там. То есть, у меня все зубы, как бы, свои, но там был такой уже плачевный вариант. И это просто из-за того, что был межзубной кариес. Это был сыроедение, это были постоянные там чистые дни. Ну, и много спорта, радости, счастья и всё такое. Вот. И реально нельзя забивать на заботу о зубах. Как многие сыроеды, как и я, те там ещё первые там пять лет. Ой, не надо зубы чистить. Ой, поешь яблочко, зубы почистятся. Не надо ничего делать. Ага. То есть, вот эти все моменты, что я узнала, да, что я получила информацию, знания, и на себе уже почти год это всё делаю, я буду рассказывать на ретрите, подробно всё показывать, рассказывать и, ну, как бы, расскажу об этих всех знаниях. Вот. Ну, одно могу сказать, что гигиена. Если вы соблюдаете гигиену, вам не нужны стоматологи. Ну, естественно, правильное питание, потому что слюна должна определённо быть во рту, да. Даже когда вы на автономии, ну, сколько я общалась с такими людьми, ну, немного, да, их, ну, они чистят зубы, вот, даже, как мне сказали, образуется белковый налёт. Вот, девушка одна, 7 лет уже, она говорит, что, да, я иногда чищу зубы, потому что образуется, ну, не каждый день, но белковый налёт. Вот. Вот так вот. То есть, и про щётки расскажу, и про эко-щётки, и какие вообще причиндалы нужны, и как вообще, в общем, все-все эти процессы, сколько у нас поверхностей зубов. Хорошо. Хорошо. Оставим это на потом. Да, просто я смотрю на время, время опять у нас неумолимо бежит, мои хорошие. И есть ещё, наверное, вопросы на канале. И я хотела бы ещё напомнить, что Настя знает точно, как можно начинать тем людям, которые вообще ни разу, ни разу не закаливались, но понимают, что это очень интересный опыт, и имеют к этому интерес, но не знают, с чего начать. Настя как раз-таки вас проведёт самых малейших, самых без таких обидных процедур. Друзья, вот, практики будут различные, горячие, жаркая, йога будет тоже жаркая, разная, вот, энергетические практики, наполнение утреннее, вечернее, и кто сможет сколько унести, уже, как говорится, уносим. Ребята, ещё спрашивают про гвозди, вот здесь в чате, в зуме, какие будут гвозди. Гвозди будут разные. Я привожу свои анатомические, Светочка привозит свои анатомические. Постарайтесь обзавестись гвоздями, если что-то. Я могу немножечко, вот, Леночка хочет закаливаться, прекрасно. Я могу немножко подсказать по гвоздям, если что, пишите в личку, вот, и что ещё можно сказать, что ещё можно сказать, Светуля, Настя. Если есть вопросы, пока нет вопросов, может быть, кто-то продолжит про витрит, сказать. И выезд у нас будет, смотрите, заезд у нас до 12, с 12 считается, но мы думаем, что мы все заедем к часу, чтобы в час начать программу. Наверное, так, да, Света? Римма, мы сегодня разговаривали со Светой. Так, с 12 заезд, так как, да? То есть где-то 2 часа мы даём, чтобы, ну, 2 часа точно хватит на то, чтобы они оккупировали территорию, оккупировались. И потом 2 часа это будет общение-знакомство, а дальше уже программа. 2 часа, хорошо, хорошо. А вот в четверг, когда выезд, там до 11 выезд, и в этот день уже никакой программы нету, то есть уже вот эти сборы, такой вот всё, уже день такого вот релакса без программной истории. Учитывая, что у нас ночи мы будем осваивать, я думаю, что это никого не огорчит, да, что мы будем полдня заезжать. Это нормально, действительно, прекрасно, вообще классно, замечательно. Хорошо, хорошо. Ну, я просто говорю о том, что очень такой доброжелательный у нас хозяин, и я думаю, что мы могли бы даже, если у кого-то будут чуть-чуть такие ранние, то имейте в виду. Хорошо, хорошо. Депривация. Да, будет. Второй день, вторник, на среду. Без депривации, ребят. Без депривации точно никак. Обязательно будет. Будет очень кайфово. Ребятки, я, к сожалению, уже мне нужно бежать. У меня тут такая тётенька тяжёлая, сейчас с ней прорабатываем. Поэтому я вас всех жду. Я очень рада, что сейчас мы команда и с Рима, и с Настей, они просто великолепные мастера. И я хотела бы, чтобы не только я это поняла, чтобы вы это испытали тоже на себе. Испытали и посмотрели, какой потенциал вас, насколько вы себя жалеете миру и себе так некрасиво. Вы просто великолепны. Мы вас ждём на этом ретрите, чтобы вы раскрылись по полной. Я вас всех люблю, всех обнимаю. Спасибо огромное, что столько задаёте вопросов. И жду, конечно же, следующего четверга. Спасибо всем. Всем пока. Спасибо, Светуля. Спасибо, Настя. Рады вашим вопросам, друзья. И до встречи на ретрите 13 декабря в Сочи Матесте. Пока.